Дорогие украинцы, я Бурмич Анатолий Петрович, член фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь». Хочу рассказать, что 16 ноября, как по моему взгляду, на основании полностью сфальсифицированных подозрений, осуществлялся обыск у Ильи Владимировича Кивы, в доме, который якобы ему принадлежит. Я присутствовал. Кроме меня на обыске присутствовали депутат Мамка, депутат Рабинович, депутат Пузанов и, естественно, Илья Владимирович. Пять депутатов народных. Обыск осуществляло ДБР в присутствии с полицией и генеральной прокуратурой. Было изъято полностью зарегистрировано законно охотничье ружье «Карабин Вулкан» и некоторые личные вещи. Рубашка там, майка, носки, кепочка там. Все. Ни одной копейки никто у него не изымал. Никаких других, то, что было объявлено таким, как говорится, великим правдоискателем, как Бигус, ничего абсолютно этого не было. Я вам, как народный депутат, который присутствовал там, полностью говорю, что было изъято. И есть на этот счет протокол. Откуда господин Бигус взял о том, что якобы при обысках у Ильи Владимировича Кивы, народного депутата, было изъято там несколько килограммов золота, полмиллиона долларов и так далее, и так далее, мы не знаем. Это абсолютный фейк и бессовестная ложь. Я считаю, что такие распространители такой грязной лжи должны нести ответственность, что, естественно, наши юристы и Илья Владимирович сделают в законном порядке, а именно привлечь за клевету нанесение ущерба, привлечь их к ответственности. Теперь я вам хочу привести полностью схему, по которой работает наша правоохранительная система. Создают фейк, обыкновенный, высосанный даже не из пальца, я не знаю откуда. На основании этого клевещут на человека, осуществляют на него давление, возбуждают уголовное дело. Ведь потому что якобы депутат Кива не задекларировал вот эти фейковые ценности, которые якобы были изъяты, по нему на ЗК проводит следствие. И теперь они будут интересоваться, кто прав, кто виноват. Я заявляю, что это абсолютный фейк. Получается, мы уже неоднократно говорили, ведь по нашему лидеру Виктору Владимировичу Медведчуку, примерно на таких же фейках сегодня делается тоже обвинительные заключения, его содержат там под стражей. По другим нашим депутатам точно так же. Результатом этого всего, в результате этого всего у нас получается и по каким-то письмам с СБУ закрываются каналы. У нас накладываются аресты на людей полностью в несудебном порядке на основании непроверенных сфальсифицированных данных. Так работает, к сожалению, на сегодняшний день правоохранительная система. Это если на депутата, вот это возможно такое, да, что тогда говорить простым гражданам Украины? Да их придут, заберут, обвинят во всех смертных и несмертных грехах и некуда человеку идти. Понимаете, поэтому нам надо срочно менять и власти пересматривать свои позиции, пересмотреть эти лже-реформы, которыми занимаются такие великие специалисты, как, например, Марьяна Безуглая, да, которая реформировала разведорганы. А сегодня у нас есть, как говорится, проблемы и с Вагнергейтами, и с переворотами, и с Чаусами и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас еще реформирует она и службу безопасности, вы можете представить, что это будет. Поэтому еще раз заявляю, что на обыске у Ильи Владимировича Кивы присутствовало пять депутатов народных, в том числе и я. И эта публикация господина Бигуса полностью грязное вранье. Это полностью дискредитация и давление на депутата. И всем правоохранительным органам хочу обратиться, пожалуйста, перепроверяйте. И я, пока мы еще не слышали ни извинений от тех телеканалов, от тех средств массовой информации, которые вот эту грязную ложь распространяют. Я считаю, что, ну, это беспредел, это абсолютная, как говорится, фальсификация, давление и так далее, и так далее. Так не должно быть. Мы должны это все вместе с вами исправлять. Спасибо. Наше общество, к сожалению, давным-давно прогнило, раз манипулируется и управляется подобными ублюдками, которые за деньги готовы дискредитировать, готовы обливать грязью. И здесь больше я обращаюсь к тем СМИ, которые подхватывают это дерьмо, которое валяется на полу и готовы дальше его распространять. Украинская правда, ТСН, Униан, вроде бы серьезные издания, не готовы даже минимально перепроверить те фейки, которые формируются против политиков. Да бог с этими политиками. Просто против украинских граждан. Ведь что было сделано? Псевдо-изданием Bigus.info были взяты фотографии с сайта ДБР, которая ранее проводила обыски в каком-то конвертационном центре. И представлены, как будто бы эти обыски проводились в помещении, где я находился. В очередной раз заявляю, мы подготовили иск в суд, мы будем требовать финансовой компенсации, мы разденем этих прохиндеев, потому что для них самое главное это деньги. Мы заставим отвечать перед законом каждого. Этот бардак нужно заканчивать. Bigus.info на протяжении последних двух лет системно, выполняя заказ власти, дискредитирует меня как политика. И это просто стало уже той точкой невозврата, которое должно все-таки побудить общество дать свою оценку подобным фейковым изданиям. Обращаюсь к СМИ. Будьте внимательны. И я жду публичных от всех извинений. Будьте внимательны.